Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у нас Toyota Vitz 2000 года 1 литр автомат На этом автомобиле мы сегодня заменим прокладку клапанной крышки Для этого поднимаем капот Снимаем корпус воздушного фильтра Смотрим, что там нам еще будет мешать Я думаю, что другому мешать ничего не будет И снимаем клапанную крышку Снимаем корпус воздушного фильтра Отщелкаем две защелки Убираем крышку с фильтром И снимаем справа Откручиваем крепление Болты И здесь третий болт Снимаем разъем И снимаем корпус Снимаем все катушки Откручиваем болты Все на 10 кучек, да? Угу И снимаем катушки И снимаем катушки В масле В масле В масле В масле В масле Из этого меняем клапанную крышку Откручиваем кронштейн Крепление проводки Тронштейны крепления проводки Трос газа мы тоже снимем Крышку поднимаем Крышку поднимать Чтобы она нам не мешала И снимаем Шланг Также по периметру Откручиваем Все болты Крепящие Крышку Они также На 10 Берем ключ Крышку на 12 И ослабляем Гайку Ослабим Одну только заднюю Переднюю ослаблять не будем И выдвигаем Поднимаем Сегмент И в бок Выводим Бабушку Все Трос газа мы сняли Убираем щуп Снимаем Вот этот шланг Тоже Вентиляции Ну и откручиваем Болты Все Так Ну что По периметру Я все открутил Отодвигаем То что нам мешает Здесь Сзади Вот еще Кронстейн У нас Проводки Крепится На клапанную Крышку В общей сложности Получилось Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять Одиннадцать Болтов Одиннадцать Болтов И две Гаечки Сверху Гайки Тоже Головка На десять Подрываем Крышечку И аккуратно Ее снимаем Чтоб с нее Грязь Не посыпалась У нас В двигатель Придется Ослабить Кронстейн У нас Крышка В трубке Гидроусилителя Упирается Будем еще Ее снимать Как ее снять А ее снять Не получится Трубка Жестко Сидит Надо Как-то Пытаться Снимать У нас Еще Сзади Масса На крышку Прикручено С этой Стороны Не заметил Протер Клапанную крышку Вот здесь Где у нас Соединение Я Герметик Обновил Потому что Тот герметик Уже подсох Начал сверху Выкалываться Протираем Внутренне Вот эти Свечные колодцы Тоже Клапанную крышку Протер Берем Новую прокладку Оригинальный номер Ее 11213 23.020 Идет она Сразу С уплотнительными Свечных колодцев Устанавливаем Ее в крышку Установил прокладку В крышку Теперь Аккуратно Устанавливаем Чтобы у нас Прокладка Не свернулась И ее Не зажать Неправильно Все Берем уплотнители Я их Наверное Немножко Внутри Герметиком Подмажу Потому что Новых В комплекте Нет А эти Эти Немножко Уже Подобжаты Так Немножко Буквально Чуть-чуть Наносим Герметик По прокладке И чтобы Она по штоку Попала И так же На вторую Тоже Много Немеда Наше Наживляем Гайки Ну и наживляем Все болты Наживляем И протягиваем Этот уже Момент Наживления Показывать Буду Затянул Клапанную крышку Подтягивал За 5-6 раз По Диагонали Крестами Чтобы не Равномерно У нас Она Затянулась Не перекосила Нигде Прокладку Не Выдавила Устанавливаем На место Щуп Подключаем На место Этот вакуум Ислан Также Устанавливаем Все Крепления На проводку Устанавливаем Эту вентиляцию Вот это Крепим На место И ставим На место Наши Подсвечники Тоже Наживляем Вот здесь Где я говорил Сзади Кронстейн Проводки Его тоже Крепим И вот здесь У нас Кронстейн Теперь Все Протягиваем Подтянул Установил Разъемы На место На катушку Ставим На место Трос газа Также Сегмент Поворачиваем Вставляем Бобышку На место Возвращаем И вот эту Гайку Которую мы Одну Ослабляли Мы же Ее Одну И подтягиваем Регулировку Троса газа Мы не нарушили Устанавливаем На место Корпус Ставим На место Разъем И устанавливаем Три болта Крепления Корпуса Воздушного Фильтра Также Не забываем С правой стороны Подключить Разъем На управление Клапаном Для отсорбера Ставим Воздушный Фильтр С крышкой Заводится Он снизу С двух сторон И защелкивается Все На этом Прокладку Клапанной Крышки Мы заменили Всего вам Доброго Прокладку